Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем, какой рост и вес у топовых гимнастов, которые выступают на Олимпийских играх, занимают призовые места именно на кольцах, потому что кольца максимально близкая дисциплина к воркауту. Там те же самолеты, горизонты, передние висы и так далее. Олимпийские игры 2016 года. Золото. Элифтериос Петруниас. Вес 62 кг, рост 164 см. Серебро. Артур Занетти. Рост 156 см. Вес 61 кг. Бронза Денис Облязин. Рост 161 см. Вес 62 кг. Олимпийские игры 2012 года. Первый месяц я там занял Занетти, мы его видели, потом идет... Серебро у нас занял Чень и Бин. Рост 160 см. Вес 57 кг. Бронза Матео Моранди. Рост 165 см. Вес 68 кг. Ну и из других именитых гимнастов, например, Юрий Ван Гельдер. Рост 160 см. Вес 63 кг. Александр Баландин. Рост 165 см. Вес 55 кг. Как видим, все атлеты находятся в диапазоне 55-65 кг. И рост 1,55 кг. 1,65 кг. То есть даже с ростом 1,70 кг ловить особо-то нечего в спортивной гимнастике. Там нету никаких весовых категорий. И отбор идет уже по таким физическим данным атлета. Потому что и так все профессиональные спортсмены тренируются на максимуме. То есть максимально эффективно. Поэтому в первую очередь тут уже выходят какие-то генетические и физические показатели. В том числе рост и вес. Потому что чем выше рост, тем больше рычаг. И больше нагрузка при выполнении элементов, где нужно удерживать горизонтальную позицию. Ну а лишний вес утяжеляет атлета, что тоже дает лишнюю нагрузку. Но с другой стороны, все элементы силовые. Поэтому требуется сила. Для силы требуется мышечная масса. Поэтому здесь правила не работают. Типа чем ты легче, тем лучше. Тут нужно соблюсти идеальный баланс соотношения роста и веса. То есть это у нас высчитывается так. Рост атлета минус 100. То есть если ты 1,70 кг, то ты должен весить 70 кг. Плюс-минус пятерка. Ну в большинстве случаев конечно минус. То есть в идеале нужно весить 65. Как видите против физики не попрешь. И тут выскакивают сразу хейтеры. Вот ты просто легкий, тебе все легко и так далее. Посмотрите на гимнастах. Я так-то и повыше их буду. То есть мне посложнее даже делать. У меня рост 1,72 кг. Но на самом деле это обычная специализация в спорте. И хейтить человека за то, что он низкий или легкий, говорить, что ему все легко, это вообще неправильно. То есть можно подойти, допустим, к Кириллу Сарычеву, сказать. Мужик, ну блин, ты давай похудей до 100 кг хотя бы. Попробуй пожать свой рекорд в жиме лежа. Сможешь? Конечно же не сможет. Потому что его собственный вес сколько там был при выполнении рекорда? 160 кг или даже 180 кг. Да, благодаря такой огромной массе тела он может пожать такие большие веса. И допустим сотку ему легко пожать относительно обычного человека. Но вот выполнить свой рекорд, это уже на пределе человеческих возможностей. Это очень сложно. И к этому он шел годами. Да, к примеру, мне там просто подтянуться легко. Но подтянуться в переднем висе на одной руке, на одном пальце, это для меня очень сложно. Предел моих возможностей. И к этому я шел, тренируясь долгие годы. Упорных тяжелых тренировок. То есть нельзя сказать, что я там пришел на турничок и сразу мне все легко удалось. Конечно же это не так. То же самое и гимнасты. Они же не соревнуются с обычными людьми. Они соревнуются между собой. То есть между такими же атлетами, которые все, как поголовно, рост метр шестьдесят, веса там шестьдесят пять килограмм. Поэтому им нужно соревноваться опять же с точно такими же людьми, как они. И приходится работать на максимуме своих возможностей. То есть то, что делают гимнасты, это предел даже для их роста веса. То есть это уже максимальные нагрузки. И в гимнастике тоже довольно часто встречается травм. Там разрывы бицепса, дельт и грудных мышц. То есть много всего может произойти. Это очень травмоопасный вид спорта. И очень тяжелый. Поэтому им немного людей занимается. И весовых категорий даже нет. Потому что атлетов столько не наберется. Во-первых. Во-вторых. Ну, например, если ты будешь весить восемьдесят. И пытаться повторить олимпийскую программу, да, выступление. То ты просто там сломаешься. Друзья, на Бусти вышел новый выпуск о том, как я сейчас тренирую элементы. Поддерживай канал и смотри эксклюзивные видео. Ссылочка в описании. Ребята, и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Увидимся в следующих выпусках. Пока.